Всем привет! Подалась минутка, расскажу быстренько о курсах СОПА и о подготовке в этих курсах к поиску работы. Меня очень много людей спрашивают. Я когда рассказывала про свою работу, сказала, что мне очень понадобились, помогли курсы по подготовке к переезду, по поиску работы, курсы СОПА, и очень много было вопросов, зачем они вообще нужны, чем они помогли, что это такое. Итак, курсы эти СОПА, есть такая организация в Канаде, они помогают ньюкамерам, и они имеют право помогать только, когда этот ньюкамер находится еще в стране исхода, то есть в стране, в которой еще они живут, и с которой переезжают. И на этих курсах возможно эти курсы проходить только тем, у кого уже есть виза, то есть вы получаете визы, сканируете их, и отправляете запрос человеку на прохождение сессии с Facilitator, то есть с человеком, который вас ведет по всем этим курсам. Это нужно сделать сразу, как только получили визу, потому что обычно там очередь, когда мы проходили очередь, была на месяц, чуть больше. Мы сразу зарегистрировались, и через месяц у нас был вот это вот интервью с этим человеком. Мы тоже думали, что может они нам не нужны, эти курсы и так далее, но мы очень довольны, что мы их прошли, особенно я. У меня муж особо их не проходил, он как бы пролистывал, как бы в принципе проходил, но не так тщательно, как я проходила. Потому что у мужа очень большой опыт в интервью, у него очень большой опыт в написании резюме, и у него были на своей работе, у него был целый курс специальный, как проходить интервью и как писать резюме. То есть его резюме отточили до нельзя, его как бы учили всем вопросам, которые обычно на интервью задают и так далее. Поэтому мужу как бы было не так интересно. Я в своей жизни не проходила, до того, как переехала в Канаду, у меня не было ни одного джоп-интервью. И мне это было очень интересно, и мне было это очень важно. И даже тем, кто проходил интервью, у кого есть резюме, у кого есть навыки, все равно понимать, какое такое канадское резюме, что оно из себя представляет, как его сделать, все-таки нужно, чтобы получить работу нормальную, чтобы найти хорошую работу. Итак, эти курсы СОПА, когда записываешься на них, проходишь сначала интервью с человеком. Интервью это длится час, у нас это было полтора часа, потому что у нее было время. И на этом интервью можно задавать любые вопросы, абсолютно любые. То есть сначала где-то минут 20-полчаса она рассказывает об этих курсах, как они проходят, вообще о переезде, а потом спрашивает, есть ли вопросы. И у меня был список вот как раз на полчаса, у меня было, наверное, вопросов 20, всяких разных и по курсам, как можно их пройти быстрее, можно ли их какие-то не проходить, как бы сделать так, вот нам осталось 2 месяца, как бы сделать так, чтобы все их пройти и так далее. У меня были вопросы, типа, какие смотреть мультики ребенку, чтобы научиться английскому языку. У меня были вопросы, сколько стоит проездной билет на автобус. То есть вопросы абсолютно разные, какие хотите. То есть они отвечают абсолютно на все вопросы. На какие-то вопросы у нее не было ответа сразу, она не могла ответить, она все это поискала, какие-то там я спрашивала, где искать жилье и так далее. То есть я, в принципе, это все знала, знала, какие есть риэлторы и так далее. Но вот она мне еще раз помогла, еще раз подсказала. И человек, вот эта реба, с которой я проходила, которая меня вела, она на те вопросы, которые она не знала ответа, она мне просто потом ответила имейлом где-то штук 15 вопросов. Вот мы с ней полтора часа поговорили. Опять-таки полтора часа английского, я думаю, никому бесплатного не помешает. Дальше. Всего пять курсов. Первый, самый важный, самый большой, это по поиску работы и подготовке резюме и cover letter. Второй, это вообще как искать там стратегии поиска работы. Третий курс был в общем вообще, типа канадской работы и так далее. Работа, вернее, в канадском обществе. И два курса было, типа soft skills и там типа negotiations. Ну, короче, в ряд, то есть такие. В принципе, все курсы были интересные и все были полезные. Но самый полезный, это если нет времени, то вот этот вот самый большой по подготовке к резюме, по подготовке к поиску работы, там очень-очень большой курс, он обязательный. И мне как бы тоже многие советовали пройти хотя бы его. И я вот его прошла, еще два курса. Два я так и не прошла, которые self-serve курсы. Так у меня времени и не было. Вот. Но вот этот курс, который именно по подготовке резюме и по подготовке к cover letter, по подготовке к интервью, он самый классный, самый нужный. Потому что в нем рассказывается от самого начала, то есть от поиска своего ног, от поиска своих каких-то возможных вакансий. Вот там рассказывается все, как искать на JobBank, какие есть сайты по поиску работы, как это все искать. Конечно, это все понятно и все ясно, но там есть какие-то, допустим, сайты, о которых мы не знали. Я, например, не знала о сайте CareerBacon, на котором я в итоге не через него нашла работу, но очень много вакансий на нем видела именно по моей специальности. Потом они рассказывают, как искать, дальше как готовиться, то есть как готовить резюме. Они не просто рассказывают, как готовить резюме, там на каждую, получается, где-то каждый маленький урок, минут там пять, допустим, ты смотришь видео, потом очень много домашнего задания, скажем так. То есть ты хочешь, не хочешь, если ты хочешь пройти этот курс, то, что тебе нужно будет, тебе придется описать свою работу, описать свою должность, описать свои обязанности. Тебе придется сделать нормальное резюме. Причем в этом резюме они... Я сделала резюме, вот, да, как я видела, то есть я написала все, они меня подкорректировали, и в итоге у меня получилось идеальное канадское резюме. Плюс у меня получилось идеальное канадское cover letter. И именно не просто, как бы можно посмотреть на любом сайте, да, канадское резюме, но их тысячи, их миллионы, это раз. Во-вторых, ты здесь делаешь под себя, под себя, со своими специальностями, со своими скиллами, со всем своим, и тебе это все проверяют. Проверяют даже на ошибки грамматические, то есть как бы я считаю, что это очень хороший ресурс. Плюс cover letter тоже написать, чтобы не было ошибок, чтобы уже приехать, чтобы было резюме, чтобы было cover letter. Понятно, что резюме меняется под каждую позицию, но основные принципы, они остаются, основные позиции, основные какие-то данные остаются там. Плюс cover letter, когда у тебя уже есть что писать, это очень легко делается. Дальше, они рассказывают, как готовиться к интервью, что делать, когда вам просто звонят. То есть вы отослали резюме, вам звонок, мы такие-то, такие-то, вот хотим поговорить. Они рассказывают, что люди, не разговаривайте сразу, вы не помните, кто они. Во-первых, делайте файлы с папками, куда вы разослали резюме, чтобы вы понимали, какие конторы вам могут звонить. Они советуют, это очень хороший совет, не разговаривать сразу, как бы не проходить интервью по телефону сразу. Надо говорить, что типа, извините, я занят, я сейчас не могу, я в пробке. Любая причина, открыть свои файлы, посмотреть, что это за контора, понять, какое ты вообще туда резюме посылал, на какую должность и так далее. И потом уже им перезвонить, и с ними уже нормально поговорить. То есть, это все рассказывается. Рассказывается, какие вопросы нужно задать по телефону, какие вопросы нужно задавать, когда тебя приглашают уже на интервью, как прийти на интервью, что нужно делать на интервью, что нужно, какие вопросы бывают на интервью. Опять-таки, на этих курсах оттачиваются какие-то основные вопросы. То есть, расскажите о себе. Это первый вопрос везде, на любом интервью, но очень часто люди даже не знают, как на него нормально ответить. Вроде как бы себе в голове думаешь, да, можно ответить так-то и так-то, но здесь ты именно это пропишешь, это будет полуминутная или двухминутная речь, ты это все прописываешь, тебе это все проверяют, ты это записываешь на аудио, тебе это проверяют, дают фидбэк, и фидбэк как бы не просто так, а достаточно хороший. И это очень важно, очень важно вот даже зазубрить вот это начало, то есть в начале вы пришли на интервью и уже какое-то начало уже у вас стартануло, потом там очень много вопросов, которые могут быть на интервью, ты опять-таки отвечаешь на эти вопросы, их проверяют. Дальше там рассказы, что делать, вот прошло интервью, что делать, что нужно сказать, как нужно отправить потом письмо и написать спасибо за интервью, как нужно потом позвонить через две недели и спросить, почему вы меня не берете на работу, как это сделать и спросить именно конкретные вопросы, задать, чтобы понимать для будущего, какие вы сделали ошибки, почему вас не взяли именно на эту работу. Как договариваться о зарплате, о условиях работы, там тоже все это написано, вернее, все это рассказывается, есть там даже отдельный курс, negotiations, workplace, presentations и так далее, то есть там очень много, очень много всего, очень многому учат, очень много проверяют, очень много домашнего задания, очень много всего, то есть я не знаю, это очень огромный кладезь информации, просто с одной стороны, да, вроде как бы все это знают, все такие умные, все все знают, все 150 интервью прошли, работу найти легко, но как бы все равно, я считаю, что на Украине, в России, откуда вы едете, есть больше возможностей, больше времени, конечно, не до этого, не до курсов, мы сами это прошли, сами понимали, что нужно искать билеты, искать жилье, школу, садик для детей и так далее, но в Украине у нас было, при том, что у нас двое детей, муж работал с утра до вечера, но у нас было больше возможностей именно подготовиться вообще к поиску работы в Украине, потому что там можно нанять няню, заплатить ей, там есть бабушки, которые могут погулять с детьми, там намного больше возможностей в Украине, в том месте, где вы сейчас, намного больше возможностей именно чего-то вот выучить и приехать уже подготовленным, потому что здесь времени здесь не будет на вот такие вот всякие подготовки. Тут много, да, очень много курсов здесь предлагают уже по приезду, здесь всякие конторы, которые предлагают курсы по подготовке резюме, по подготовке cover letter, по подготовке тебя к интервью, но к каждому к этому фасилитейтору нужно записаться на appointment, это уже будет где-то неделя, потом нужно поехать, может быть, даже в другой конец города, чтобы пообщаться 15-20 минут час с этим человеком. Эти же курсы, например, вот в Мукафе, где мы приехали, я записалась на курсы в августе, я попросила, да, я хочу пройти курс по подготовке вот к job interview, к работе, мне вот только сейчас, конец декабря прислали, что у них в январе или там в следующем году планируется такой курс, не хотите ли вы его посетить, ну, спасибо большое, как бы мне не надо. Но есть другие, есть сервис New France, где они быстрее все это делают, там больше очень у них много всяких семинаров, на которые я тоже, кстати, перед job fair пошла, и там, в принципе, тоже этого много, вам помогут, вам все сделают, но опять-таки, то ли потратить здесь эти 2-3-5 часов, то ли в Украине, плюс здесь уже лучше приехать с какой-то базой, понимать, что к чему, и если не получается найти работу, то пойти вот к этим, в эти все конторы, чтобы и они просмотрели резюме, чтобы и они просмотрели там cover letter, чтобы они, они уже подсказывают, когда здесь приезжаешь, уже можно даже, допустим, если вот ты месяц или два ищешь работу, у тебя не получается, то ты просто приходишь с ними, консультируешься, они пересматривают все, что ты сделал за эти месяц-два, и они дают какие-то советы, подсказывают, что делать, как бы, почему так не получается и так далее. То есть здесь это тоже все возможно, но я считаю, что курсы эти САПА, они очень-очень важные, они очень-очень хорошие, они очень много фидбэка, очень много домашки, очень много всего ты делаешь, и это очень полезно. Плюс, опять-таки, я не перестану повторять, что нужно учить английский, мы учили английский, как бы, очень много и долго, и на английском, вот я тоже, мы занимались с репетитором, я попросила ее, как бы, именно готовиться к поиску работы, и мы занимались чисто бизнесом английским, занимались по темам, которые именно по моей работе, мы учили новые слова, очень много выражений новых выучили, новых слов, опять-таки, мы делали, она мне проводила, типа, ролевые игры на тему интервью, то есть она мне задавала вопросы, я отвечала, я готовилась, плюс я на все эти вопросы, я выбрала себе список, составила, у меня там было где-то 100 вопросов, например, которые, ну, самое большее повторяются на интервью, причем много очень ситуативных, таких, которые именно к моей работе подходят, плюс еще общие. И я вам скажу, что я сделала, наверное, половину, где-то 50%, она все это проверила, я написала ответы, она все это проверила, я их так и не выучила, потому что мне было некогда, но, во-первых, у меня были продуманные ответы, прописанные ответы, подкорректированные учителем, то есть в плане грамматики, в плане, там, выражений и так далее. И, наверное, из вот этих 50%, еще 50%, когда я уже приехала, мне понадобилось, потому что на каждом интервью задавали все эти такие дурацкие вопросы, типа ваши самые слабые стороны, самые сильные стороны и так далее. И когда ты не знаешь, что на это ответить, то ты просто теряешься. Когда у тебя подготовленный ответ, ты прекрасно себе ответил с хорошими фразами, с хорошим английским, это для тебя как бы плюсы. То есть я считаю, что нужно подходить как бы к вопросу поиска работы и к вопросу вообще как бы подготовки к поиску работы еще там, где вы сейчас находитесь, месяца за два, за три, чтобы была возможность это все подучить, подготовиться, приехать сюда и как бы блеснуть хотя бы на эти вопросы, блеснуть какими-то знаниями, да, какими-то хорошими фразами, каким-то хорошим английским. Понятно, что на какие-то вопросы ты просто сидишь и не знаешь, в голове думаешь, быстро придумываешь, чтобы ответить. У меня так было и как бы, ну, естественно, 50 на 50. Половина вопросов бывает таких на интервью, которые ты уже подготовил, половина вопросов бывает, естественно, они будут, которые ты вообще даже не думал, что они как бы могут спросить такое. И это нормально. Когда уже знаешь хотя бы на несколько вопросов ответы, то намного-намного легче. Поэтому готовьтесь, записывайтесь на курсы СОПА и на все вообще возможные. Там еще много есть. Я уже не знаю их, потому что мне некогда было их изучать, смотреть, что там за другие курсы. Их вообще много по подготовке нюканеров. Вот. Поэтому, если есть такая возможность, находите время ночами, днями, неважно когда, находите время и постарайтесь подготовиться именно к поиску работы, находясь еще дома. Продолжение следует...